вот все что нам нужно для отделки котельной здесь 20 квадратных метров по стенам плитки плитку скорее всего будем класть не до конца сантиметров 20-30 будем оставлять все что выше окна сверху будем штукатурить эта плитка самая обыкновенная техническая у нас потихонечку начинается отделка внутренняя отделка в доме а начали мы с котельной как вы видите за вчерашний день мы гипсокартоном отделали окошечко наше сделали подоконник откосы сначала мы стены от грунтовали потом в стене был перепад пера больше 5 миллиметров мы значит брали завтра мы штукатуркой все это дело повторим и будем начинать клеить плитку вот метр на полтора крышка значит метр на метр она из земли будет выступать то есть по итогу это будет что-то вот такое газоне газоне на открытой площадке то есть она в любом случае будет выступать потому что она нужна для того чтобы осуществлять сервисное обслуживание да в общем так как там нужно было экономить сильно я решил не нанимать сотрудников вот и принял твердое решение что капель котель не буду делать она наш дом я считаю современный построил его из газоблока от чего я отходил я отходил всегда от домов которые вот классические сссеровские коттеджи двухэтажные кирпичные двускатные крыши абсолютно такая вот классика вот и поэтому меня кирпича стырится именно с такими домами но есть такой канал называется он строительная кухня там ребята показывают и строят дома из кирпича абсолютно современный то есть это как раз те люди которые меняют представление о классическом применении кирпича делают из него очень крутые вещи помимо этого на канале очень много лайфхаков очень много полезной информации если вы строите дом поэтому если вы любите каменные кирпичные дома то обязательно смотрите этот канал если вы не любите кирпичные дома тогда точно посмотрите канал потому что он развенчает все ваши шаблоны и представления о кипичном домостроении подписывайтесь на канал строительная кухня слушай ну красивенько все ровненько как так у тебя это получалось даже видно что ты съемкам ни разу не готовился даже не накрасилась да сколько времени за него это два дня мы с владом кто такой вот это плиточник а я так падай принеси но и училась тоже плитку класть потому что всегда хотела научиться это здравствуйте здравствуйте ренат андрей здравствуйте меня зовут ренат хакутиан я представитель компании топа лыка сегодня мы производим монтаж станции тапас 88 пр монтаж под ключ от здания до станции котлован будет выкопан смонтирована станция обсыпана песком смонтирована подводящая труба отводящая труба и будет произведена консервация станции да мы сделали пока только вот эта стенда если вы будете то здесь я не показал стену мы пока не делаем потому что потому что там еще будет проходить кабеля и так износу здесь что-то страны творится да здесь еще будет прокладываться кабеля и чтобы нам напротив потом не делать сверху кабель канала мы пока эту сторону оставляем день у нас все готово в принципе для того чтобы проводить коммуникации заводить коммуникации то есть теплый пол будем делать оборудование это все нужно размещать на этой стене да прикольно кстати очень ровно аккуратно много было мне тут и косяков и особенно плитку резать первый раз было очень страшно но ничего все получилось вот у нас еще осталась вторая стена если интересно мы покажем следующий раз как мы все это перемоточки делаем пишите в комментариях тогда обязательно это тоже в видео добавим то есть вы получается сегодня приехали сегодня откопали сегодня закупали и сегодня закупали и закончите работа за один день все сделаете постараемся сделать за один день нифига себе круто а это получается какой у нее объем и какая не высота это станция топаз 8 размер метр на метр пятьдесят и высота два пятьдесят а сколько раз не чистить надо будет в год минимум два раза два раза в год чистить всем привет мы вчера уехали потому что решили что по темноте не интересно что-то снимать приедем на следующий день до снимаем вот мы приехали снимаем септика септику за милой снегом септика нет может они его не поставили расскажи пожалуйста как мы отапливаем дом сейчас дом мы отапливаем вот этой вот тепловой пушкой доме реально тепло как видите мы не в тулупах но обратная сторона медали за прошлый месяц когда работала весь месяц тепловая пушка нам пришел счет на 12 тысяч за электроэнергию на минуточку в сравнении за прошлые месяца это было 500 рублей то есть да хорошо смотрите стены у нас сухие стены просохли все круто их можно штукатурить но платить каждый месяц по 12 тысяч ну нет мы не готовы и вот у нас такой вопрос ребят нам еще коммуникации делать доме в любом случае должно быть и пока как дом то топить чё делать продолжать этой тупушкой но нифига себе пишите в комментариях нам важен ваш опыт вот и докопалась обычно до меня докапываешься сейчас до септика ну чё там вот так выглядит септик то есть мы выбрали потому что ее толстые стенки по сравнению с другими швы не разойдутся посмотрели отзывы посмотрели видео на ютюбе и вот со всех септиков самый какой хвалят это именно вот этот он не сгниет он не скоррозирует он не выглядит да да и он что для нас немаловажно энергоэффективным мы все пытаемся делать более энергоэффективным то есть он поможет сэкономить денежку септик у нас есть теперь осталось обустроить скважину пойдемте посмотрим какого у нас сейчас состояние пойдем я с тобой даже на край света бы пошел конечно а так это край света и есть света света и куда пошел то есть как видите вот в таком виде у нас сейчас скважина здесь сейчас стоит временный насос который естественно нужно менять нужно чтобы и давление в доме было хорошее по здесь кстати у нас вопрос потому что не можем с андреем определиться нужно ли делать кессон или достаточно насоса хорошего с адаптером вот как вы считаете потому что вроде как и скважина у нас 51 метр не сказать что на супер глубокая и вот тут мнение расходится кто-то считает что кессон это лишний трат денег а это вообще не дешево минимум 70 косарей отдать только для кессона но с другой стороны нам же нужно чтобы было хорошо для обустройства скважин у нас на самом деле уже все есть есть очень крутой насос вот андрей покажет как это все выглядит уже все оборудование пришло насос адаптеры все вообще там необходимые штуки очень круто получится ваше мнение кессон без кессона надо не надо пишите обязательно в комментариях мы как вы знаете все комментарии читаем к вашему мнению прислушиваемся ответ нашим подписчикам почему мы выбрали топаз 8 мы топаз хотели на самом деле всегда еще когда стройка была только в план я если честно не думал что он реально у нас будет стоять мы оба так не думали да я думал что это будет что-нибудь там кольца потому что нам денег на это не хватит у нас по проекту на самом деле была предусмотрена выгребная я да но вот как видите все сложилось гораздо лучше да вот кстати большой минус что мы делаем сейчас потому что у нас теперь на участке очень много грязных опять работ произведено сейчас это не видно потому что все замело снегом выглядит выигрышно но андрей же покажет этапы монтажа там на самом деле по весне много чего возить опять придется то же самое и со скважин но с другой стороны если бы мы делали это сразу на этапе фундамента то у нас однозначно была бы выгребная я мы чуть подождали как-то все карты сошлись и у нас появился наконец тот септик который мы хотели в принципе у нас вообще по жизни как-то все так идет то что появляется то что мы хотим пусть не сразу да как видите все всегда складывается наилучшим образом как говорится света сюда подошел подписку делей подписку делей подписывайтесь на наш канал пишите комментарии мы очень рады и всем пока пока а чему мы рады то это были все новости с нашей стройки если вам понравился выпуск обязательно ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и ждите новых выпусков они обязательно скоро буду всем пока пока а и